Раз-раз, всем привет, народ! Это я, ваш любимый стример, Санёк Долгополов. Как вы знаете, уже долгое время я не выступаю, и люди, кстати, иногда, вот что меня удивляет, до сих пор пишут «А почему ты говоришь, что ты не выступаешь, Санёк?» Как будто бы эти люди не живут с нами в обществе и не знают, что сейчас пандемия коронавируса, и никто не может нигде выступать. Также люди иногда пишут «Санёк, а когда ты к нам приедешь в город с выступлениями? Когда концерты?» И мне так хочется сказать этим людям завтра, чтобы они такие «О, ну всё, я приду. Надеюсь, я смогу сбежать из палаты в красной зоне». Так что я, конечно, долго не выступаю, но как комик, творческий человек, я не могу сидеть без дела, пытаюсь найти себе занятия. Ну и большую часть времени сейчас я начал уделять трансляциям на Твиче. Объясню суть этого видео. Дело в том, что я уже давно делаю трансляции на Твиче. Фактически с начала коронавирусной эпидемии, с начала карантина, как вот я решил с возможностью выступать, я начал делать трансляции на Твиче. И мне нравится их делать, я делаю их регулярно. Они очень крутые, там весело, мы там общаемся, играем в игры, смотрим разные видосы, я прикалываюсь в свойственной мне манере. Но, к сожалению, очень мало зрителей там. Я не питаю никаких иллюзий по поводу того, насколько у меня хорошее качество трансляции, начиная от технического плана. У меня не очень хорошая камера, не очень хороший звук и заканчивая тем, что я еще начинающий стример и я не очень хорошо умею делать стримы интересными. Но, так или иначе, зрителей у меня все равно меньше, чем я считаю, я заслуживаю даже на нынешнем уровне своего развития. Поэтому я уже задолбал всех подписчиков во всех соцсетях, остались только вы, мои друзья на Ютубе, которые не знают о том, что я делаю трансляции. Поэтому я делаю посты в Твиттере, я делаю посты в Инстаграме, там у меня Телеграм весь фактически посвященную моим трансляциям. И на Ютубе я решил сделать отдельное большое видео, где я рассказываю про свои трансляции и, собственно, рекламирую вам, пытаюсь продать свои трансляции, чтобы вы подписались и смотрели их. Итак, почему вообще я решил делать стримы на Твиче? Начнем с небольшой предыстории. Дело в том, что я всегда скептически относился к стримам. Я всегда думал, как комик, комики вообще очень скептически относятся к другим развлекательным формам. Я всегда думал, что стримы это что-то для дураков, знаете, что-то прям такое тупое, где люди сидят, играют в игры, друг на друга орут, там и матерятся, и разыгрывают какие-то там внутриигровые предметы. И в целом я не ошибся, в большинстве своем люди действительно делают такие стримы. Но я ошибся в плане того, что стримы как форма, они не предполагают интересного содержания. Конечно же, очень много крутых, интересных стримеров, как на русском, так и на английском языках по всему миру. Люди не только играют в игры, но и снимают свою жизнь, ходят на улице, снимают, как они общаются с друзьями. Очень много клевых разговорных стримов, которые фактически ничем не уступают в качестве материала и съемки клевым подкастам, комедийным, которые я смотрю. Конечно же, самые популярные стримы, конечно же, самые популярные шоу стримера, если вы найдете, зайдете на русский сегмент Твича, вы увидите, что это прям плохо. Это плохо, это абсолютно бессодержательно, это тупо, и это интересно людям только потому, что там разыгрываются внутриигровые предметы. Так что простор для работы очень большой, и я вот подумал, что, ну, и я в целом сейчас непривередливый, то есть выступать нельзя, и я ищу любые способы реализоваться. Я вот в Твиттере постоянно начал шутки писать, мой Телеграм-канал ожил, я там что-то рассуждаю, разные тексты выкладываю. Выкладываю в Инстаграме, мы вот видео сняли, что для меня уже, вы можете сказать, одно видео, Санек, люди там каждый день выкладывают клевые юмористические скетчи. Ты снял одно видео и говорит, что ты вплотную занимаешься Инстаграмом. Друзья мои, за все время, что я в Инстаграме, я ни одного смонтированного видео туда не выкладывал, поэтому для меня это уже большое достижение, что мы сняли видео про гулки, и Лиза его круто смонтировала под музыку, между прочим. Да. Ну и стримы я решил тоже попробовать, я подумал, ну, в целом какая-то замена выступлением, и оказалось, что это действительно интересно. Чем я занимаюсь на стримах, что я понял, я их делаю уже больше там месяца, где-то уже с апреля, и вот что я понял, что мне нравится в стримах. Мне нравится, что, оказывается, это достаточно похоже на стендап. Вы можете подумать, что там особо шутки там ты не придумываешь, что комику можно найти себе применение там в скетчах, да, в каких-то сценариях, на YouTube там заготовлены какие-то ролики выкладывать. И в целом я соглашусь, но мне кажется, что стримы как раз-таки, они больше других форм открывают возможности перед комиком. Это самое смежное, что есть сейчас со стендапом. На удивление, да, казалось бы, стендап, что это такое? Для него жизненно важна живая аудитория. На стримах там нету, ты не видишь реакции зрителя, но как минимум механически это похоже. И там, и там есть публика, и там, и там она реагирует, и там, и там ты взаимодействуешь с нею. И это мне нравится. Мне нравится чувство, когда я делаю стримы, очень похожее на то, что я испытываю, когда выступаю там на каких-то проверках, когда очень долго рассуждаю на какую-то тему, и там смешно, и я наблюдаю за реакцией зрителя. Только в отличие от выступлений я не слышу смех, да, а я каждый раз после своей шутки должен смотреть на монитор и проверять, пишут ли люди, аха-ха-ха-ха, и кидают смайлики там, смешно ли я пошутил или нет. А так атмосфера очень похожа в этом плане. Тоже сидишь, рассуждаешь, там, что-то шучишь, что-то какие-то шутки рассказываешь. Преимущество есть у стримов даже перед стендапом. Заключаются эти преимущества в том, что, допустим, на стендапе, если ты рассказываешь какую-то историю, тебе всегда нужно самому задавать контекст. Тебе нужно всегда сначала потратить силы на то, чтобы людей погрузить в контекст. Тебе нужно, если ты, допустим, рассказываешь о каком-то видео, которое ты посмотрел, ну, самое банальное, да, ты должен рассказать, что это за видео, причем так рассказать, чтобы выдать самую суть, как бы людям донести, что, к чему их сознание должно зацепиться, за что, что здесь смешного в этом видео, что они должны обратить на него внимание, и уже потом ты шутишь и фактически вот препарируешь это видео в комедийном формате. Это очень сложно, и в шутки, наверное, я бы даже сказал, что это самое сложное. Не так сложно добить шутку и придумать концовку шутки, сколько написать такое начало шутки, вот этот вот, да, заход, вот этот вот сетап, вот эту вот начальную часть, где ты погружаешь людей в контекст. Вот это самое сложное. Вот это самое сложное. Не концовка шутки, а именно начальная часть, где ты погружаешь людей в контекст. Потому что шутка может быть и плохой, и люди над ней посмеются, если они сопереживают, и она может быть простой, но они все равно посмеются. Либо шутка может быть вообще бомбической, но если они не сконнектились с тобой во время захода, они не посмеются. Это очень сложно. Люди часто не смеются как раз-таки потому, что ты плохо погрузил их в контекст. На стримах можно не париться об этом вообще, потому что в случае с видео ты можешь просто показать им непосредственно это видео. И все, и они уже смотрят, они вовлечены. И уровень вовлечения часто в таких вот конкретно шутках больше, чем на стендапе. Больше возможностей открывается, например, для тебя как для комика, потому что одна из первых трансляций, которая у меня была, я посвятил ее тому, что я показывал зрителям свои старые фотки из детства. Знаете, там какой-то, я даже показал документальный фильм про свой родной город, где я провел всю жизнь, про город Павловск. И можно ли такое представить на стендапе? Да, я с удовольствием бы поделился с людьми интересными фактами о своем детстве на выступлениях. Я бы с удовольствием рассказал им интересные истории, связанные у меня с важными местами в моем городе. Но это очень сложно. Моего мастерства сейчас не хватает на то, чтобы достаточно людей погрузить в эти истории. А когда ты реально можешь показать им документальные фильмы местного телевидения, очень по-дурацки снятый, и ты видишь там знакомые места, да, что-то на карте им показываешь, и они уже сразу, хоп, они вовлечены, они видят это на карте, они уже видят своими глазами, и ты можешь рассказывать им о том, типа, как ты, куда ты пошел там даже, как эта история, которую ты им преподносишь, она разворачивалась там, как там твой друг на дерево на какое залез, спрятался от собак. То есть, вот в таких моментах, когда тебе нужно показать непосредственно что-то, когда у тебя шутка над чем-то, там, над видео, да, над каким-нибудь фильмом ты шутишь, над какой-нибудь фотографией, да, над каким-нибудь персонажем, над какой-нибудь знаменитостью. То есть, любая шутка, где тебе нужно показать, да, любая шутка, которая не является, например, комедией наблюдения, когда ты рассказываешь факты из жизни, да, какие-то наблюдения бытовые, или там шутка, которая не про чувства, про твои. Любая шутка, где ты можешь показать, она лучше сработает на трансляции, и людям будет смешнее, даже если ты не слышишь их смех, чем она сработает на стендапе, просто потому, что нужно огромное мастерство, чтобы погружать людей в ситуацию, и в которой они не видят, да, чтобы люди посмеялись над шуткой про какое-то видео. Это нужно очень, очень иметь большой уровень мастерства, ну, либо им показывать на экране позади, как Павел Воля, это видео, там же, по ней смеялись. Но, да, не у каждого есть с собой экран на выступлениях. Так что в этом плюс. Плюс большой. Есть нюансы необычные на трансляциях, такие, как, например, общение с залом, да, общение с аудиторией. Дело в том, что на стендапе общение с залом есть, но оно всегда по желанию, и оно всегда максимально тобой контролируется. Если ты выступаешь в городе, и ты болтаешь с людьми, ты чаще всего действуешь по определенным паттернам, которые у тебя сложились за твой тур, да. Ты задаешь определенные вопросы, чаще всего люди одинаково отвечают, на эти одинаковые ответы у тебя уже заранее заготовлены шутки, и разговор достаточно контролируется, никто не выкрикивает одновременно, ты с каждым человеком конкретно разговариваешь, и, ну, ты с позиции сильного чаще всего ведешь этот диалог. Никто не будет тебя оскорблять там, да, тебе не нужно контролировать именно зал, чтобы он не кричал одновременно, потому что люди заранее уже понимают, что, ну, ты комик, они здесь для того, чтобы слушать твои шутки, а не чтобы с тобой разговаривать. На стримах ситуация абсолютно иная, люди туда приходят часто именно, чтобы поболтать с тобой, чтобы поговорить с тобой, чтобы человек с экрана мог вести с тобой беседу, чтобы они не смотрят на тебя уже как на комика, да, как на единственного, у кого есть микрофон, как на единственного в комнате, кто говорит. Они уже смотрят на тебя как на собеседника, как просто на своего знакомого, как на человека в чате, да, просто у тебя еще и лицо видно, но как конференция в зуме, просто у тебя тебя видно, но по сути ты ничем не отличаешься от других людей в этом чате, с которыми они также переписываются. И в этом плане у тебя меньше возможности не общаться с ними. Первые трансляции, там год-два назад я делал, мы играли с ребятами в Overwatch, я принципиально скрывал чат, потому что я именно вот с такой ментальностью стендаперской подходил к этому, типа мы шутим, вы смеетесь. Но трансляции так не работают, и если ты позволишь себе общаться с аудиторией, то ты сам поймешь, что это отличное дополнение к тому, что ты рассказываешь истории или рассуждаешь, потому что это действительно уникальная возможность не только для них с тобой пообщаться, но и тебе пообщаться со зрителями, не только для какого-то там академического интереса, чтобы узнать, что думают мои зрители, но и это также создает пласт для комедии. Тебе могут задать какой-то вопрос интересный, ты на него отвечаешь, и бац, уже шутка у тебя родилась, ее можно записать, то есть как в жизни. Чаще всего у тебя шутки рождаются, когда ты разговариваешь с другом. Вы болтаете, ты что-то сказал, он там бац, засмеялся, ты записал это, вышел на сцену, и это не смешно, потому что ты не создал контекст, в котором это может быть смешно. Да, и когда ты общаешься со зрителями, точно так же. Много я заметок себе записывал, которые меня позабавили на трансляциях, чтобы потом на подкасте вам рассказать их. Это какая-то для меня замена уже привычной для меня системы open mic, платные шоу, сольный концерт, когда ты обкатываешь постепенно материал. Сейчас моя система такая, что я на трансляциях болтаю, рассуждаю, что-то смешное сказал, там люди в чате похихикали, я это записал, рассказал на подкасте. Вот теперь у меня, у меня тренировочный формат такой. Да, то есть отличительные черты такие, что ты много общаешься с аудиторией, можешь им что-то показать, общаешься, общаться интересно, общаться, конечно, интересно, мне нравится болтать с людьми, мы часто там что-то обсуждаем, вы знаете, что интересно еще, я об этом не думал, но ты реально часто уже, если ты регулярно делаешь, у тебя появляются зрители свои, даже если их там мало, все равно они появляются. Если вы зайдете к стримерам, у которых там меньше 10 зрителей, все равно у них есть постоянные зрители, и ты уже начинаешь как с друзьями общаться с этими людьми, то есть ты не знаешь этих людей, но они заходят постоянно, ты уже видишь ник, и ты знаешь, что тебе этот человек помог с игрой. Я помню уже много ников людей, которых я захожу на трансляцию, я прям жду, чтобы они присоединились, чтобы с ними поболтать, там спрашиваю, как у них день, то есть это очень интересное, но и немного пугающее, особенно с трансляцией, когда ты прикипаешь к незнакомым абсолютно людям. Что еще заметил, у меня несколько друзей стримят, вообще я комикам всем советую начать делать стримы, если вы еще не делаете, я заметил такую тенденцию, когда только начался карантин, все комики начали стримить, сразу же начали переносить все форматы в интернет, потому что еще по инерции, как поезд, как поезд, который сорвался с рельсы, еще едет какое-то время по кустам во враг, точно так же и российская комедия, она по инерции еще неслась в интернете, на онлайн-версиях опенмайков, потом люди резко перестали это делать, и я словил такой вайб среди комиков, как будто комики начали считать, что это типа отстой, легкий контент, надо делать там скетчи, что-то на ютуб снимать заготовленное, и в целом да, но если вдуматься, и до коронавируса мало кто этим занимался, большинство комиков делали разговорную комедию и болтали, поэтому мне кажется, что стримы это лучший сейчас формат, где можно себя реализовать, потому что очень много похожих аспектов на стендап, да, ты размышляешь, люди тебя слушают, там смеются, есть некая форма общения с аудиторией, есть контакт, да, люди, ты тоже улавливаешь их реакцию, они смеются, потом делают какие-то нарезки, и в целом ты разговариваешь, ты разговариваешь, ты делаешь то, что у тебя получает лучше всего, то, чему ты учился, все это время ты болтаешь, стараешься быть смешным в своих словах, ты стараешься смешно говорить, вот что ты делаешь. И я думаю, что у комиков большой потенциал есть в трансляциях, потому что за то время, что я изучил русскоязычный твич, я понял, что там реально, ну, не очень много такого контента, очень мало разговорного, интересного контента, и комики реально могут занять свою нишу, в основном люди играют, а если разговаривают, то они редко делают это интересно, да, есть там несколько стримеров известных, которые в основном делают разговорные трансляции, но их мало, и я думаю, что потребность аудитории в этом больше, чем предложение, которое сейчас имеется, так что всем комикам я советую заняться трансляциями и развиваться в этом, пока еще мы не можем выступать. В общем, да, это интересно, минусы, какие минусы есть, минусы в том, что для комика ты реально не видишь реакцию, сложно привыкнуть к тому, что ты не слышишь смех, сложно привыкнуть к тому, что ты должен смотреть в чат, инстинктивно ты смотришь, тебе важна реакция, смотришь в чат, чтобы посмотреть, смеются они или нет, минус в том, что это порог вхождения некоторые есть, потому что, допустим, чтобы начать заниматься стендапом, там тебе нужен какой-нибудь микрофон, друг с микрофоном, да, вы приходите в бар какой-нибудь, говорите, мы хотим здесь выступить, и вам там через силу разрешают, и если запретили, вы идете в другой бар и выступаете там, то есть тебе, ну, как бы тратиться не нужно, никаких усилий не нужно, ты вот просто приходишь и начинаешь выступать. Со стримами немного не так, потому что, как минимум, тебе нужна банально там камера, да, ОБС настроить на компьютере, тебе нужна, если ты делаешь с приставки стрима карта видеозахвата, какой-то там компьютер более-менее работоспособный, то есть уже некоторые деньги, мы достаточно много потратили, мы вставим еще наш рабочее место, я вам покажу. Так что, это некоторые есть порог вхождения, здесь как будто бы сложнее развиться, потому что, одно дело, если ты делаешь стендап у себя в городе, это сейчас все еще такой новый, да, жанр, новый вид искусства, и если ты делаешь стендап, это рано или поздно очень быстро становится таким общегородским феноменом, потому что людям интересно, в России людям чаще всего некуда ходить, и на стендап так или иначе начинают ходить люди, да, там раз в месяц вы можете собирать там человек сто, и там через пару лет можете уже какие-то, может быть, даже немного зарабатывать, а может быть, и уйти с основной работы, если вам повезет. Со стримами тяжелее, потому что ты начинаешь с нуля, никто тебя не знает, то есть ты стримера, ты один, ты никак не привязан, если ты занимаешься стендапом, ты соревнуешься, ты находишься прямо физически в помещении, и люди там тоже находятся физически, да, и когда люди живут там в какой-нибудь Брянске, они ходят на брянскую комедию, у них нет выбора, как бы они не хотели пойти на Луисике какого-нибудь, они так или иначе придут к тебе, потому что, ну, ты здесь, и они здесь, они не могут поехать в Нью-Йорк. Со стримами ситуация, конечно, другая, потому что в одной вкладке ты, в другой вкладке там супер самый популярный стример мира, а там еще в другой вкладке можно YouTube посмотреть, поэтому, когда ты начинаешь стримить, ты фактически соревнуешься не только там с маленькой группой, да, других стримеров, а ты, начинающих, ты соревнуешься прям со всеми в мире сразу, и, конечно же, можно долго стримить вообще без зрителей, и можно потратить много времени, не имея вообще никакой отдачи. Мне, конечно, легче, потому что у меня есть вы, вы смотрите, и я как бы вас зову на Twitch, и даже несмотря на то, что я жалуюсь, и сделал отдельный ролик, чтобы прорекламировать вам свои стримы, все равно количество фолловеров, которые у меня есть на Twitch, оно для человека, который только начал, я понимаю, что мне везет очень сильно, и у меня есть такая привилегия, как делать стримы на количество зрителей более ста, да, это, конечно, не все, не все, не у всех есть такая возможность, я рад, но мне все равно недостаточно, потому что, потому что слишком, я слишком, слишком свысока упал, до этого я ездил, там, весь год, у меня больше ста выступлений, там, куча людей приходит, а сейчас я сижу, делаю стримы, и в чате мало кто пишет, поэтому я решил еще, я решил, что потенциал роста еще у меня не исчерпанный, вы, моя последняя надежда, вы, моя аудитория с YouTube, моя последняя надежда на вас, твиттеряне, инстаграмеры, телеграмщики, они все уже, все, я выжил, я выжил соки из этих соцсетей до максимума, я даже уже туда больше ничего не пощу, я даю им немного остыть, потому что они уже, они уже, им нужно немного отойти, им нужно восстановить силы после моих этих, моего урагана анонсов, вы же в YouTube еще свеженькие, розовощекие, я на вас так смотрю издалека, вы такие счастливые, радостные, так что я пришел по вашу душу, я надеюсь, вам понравится, у нас под видео будет ссылка на мой Twitch, так что обязательно заходите, подписывайтесь, и смотрите. Ну, это насчет минусов, да, минусы такие есть на Twitch, многие даже говорят о том, что минусы, это вот бан политика, да, как известно, российские шовинистические геймеры и игровые СМИ, они с удовольствием постоянно педалируют эту тему о том, что сейчас засилие толерантности, и вот, в частности, Twitch, он банит всех таких порядочных, игровых, российских стримеров за хейт-спич, хотя они вообще ничего такого не говорили, они просто, просто хотели посмеяться над ориентацией человека, что здесь такого, да, они даже не понимают, что это проблема, чаще всего для них это вызывает удивление, типа, я даже слышал несколько таких, знаете, регулярно можно наткнуться, уже не первый раз вижу, когда банят человека на Twitch, за хейт-спич, за какой-нибудь, да, за шовинизм, и он потом говорит, ну как же это так, ну в России же другой менталитет, ну как же это так, ну почему нельзя правила подстраивать под регион, и мне кажется, это странным, потому что, ну, это глобальная площадка, да, и если кто-то будет там есть людей на камеру, это будет странное оправдание, эй, у нас такой менталитет, вы чего народ, ну тогда создайте свою локальную площадку в интернете, да, стриминга, где можно есть людей, и баньте тех, кто поддерживает меньшинство, потому что это не в вашей ментальности, так что я считаю, что они не правы, и я вообще, меня прям злит, это российская, это игровая журналистика, индустрия, и я не знаю, как так случилось, что, типа, мы-то думали, да, в начале 2000-х, а куда пропали все скинхеды, они вот в игражур пошли, и теперь они пишут, да, вот там обзоры на мегамена, оказывается, и злятся, что героиня The Last of Us 2 лесбиянка, как же так, как же так, ох уж эти, ох уж эти леваки, да, они уже задолбали добавлять лесбиянок, уже везде лесбиянки, не должно, они вообще везде уже, и ты пытаешься узнать, где везде, и они такие, вон там, вон она там побежала, но ее не видно уже, она там спряталась, кажется, в лесу. Меня пугали тем, что жесткая бан политика на Твиче, типа, «Санек, ты там вообще офигешь, с твоими шутками», и я такой, меня перепутали с кем-то, какие, что-нибудь так, с моими шутками, и на самом деле, я бы сказал так, это миф, в том плане, что, ну, если вы нацист, то да, это большая проблема, но если вы относитесь уважительно к людям, и вы не пытаетесь продвигать шовинистические идеи, и не стремитесь унижать окружающих, то у вас будет все в порядке. Конечно, если у вас там какие-то есть, бывает такое, что вот у меня был случай, когда я решил с друзьями постримить, а я из-за того, что нахожусь в таком пузыре своеобразном, на карантине, я вот ни с кем особо не общаюсь, вот мы только с Лизой дома болтаем, и тут у нас своя атмосфера, и в интернете я тоже смотрю только то, что мне нравится, я уже забыл, что есть люди, которые могут мыслить иначе, и я запустил трансляцию на Твиче с друзьями, когда мы собирались там с комиками, и прям сразу они начали говорить все эти вещи, за которые на Твиче забанят, и я такой, Боже мой, бросил клавиатуру, остановил трансляцию, то есть нужно помнить об этом, если вы подключаете друзей, вы должны рассказать им, что есть правила, и лучше бы они не нарушали их, потому что вас иначе забанят. Эта тема, конечно, отдельная для дискуссии, насколько вообще оправдано банить на площадке человека, если он говорит вещи, которые расходятся с твоей позицией, то есть мне кажется, конечно, Твич имеет полное на это право, я не думаю, что я бы стал так делать, если бы у меня была площадка, то есть моя позиция такая, что если у тебя есть площадка, то такая большая, и ты корпорация, то, наверное, будет справедливо дать возможность всем цветам цвести до известной степени, но на своей личной странице я всегда придерживаюсь жесткой бан политики, у меня и в Твиче, там и вообще везде у меня достаточно жесткие правила, там и во всех соцсетях, и мы много баним с Лизой людей, так что вот как я считаю, жесткая бан политика в плане, она жесткая, то есть правила лучше почитать на самом деле, потому что там нельзя на Гату, например, эмуляторы, то есть вот такие вещи, много нюансов, которые лучше не нарушать, чтобы тебе проще жилось. Почему Твич, спросите вы? Почему я выбрал для своих стримов Твич? Ведь у меня больше разговорные стримы, разве для этого Ютуб не подходит? А я отвечу вам, я вообще придерживаюсь такой позиции, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. На Ютубе у меня уже два канала, у меня один большой канал, там 100 тысяч человек, но для меня это очень много. У меня есть второй канал, нарезок со стримов, и я бы не хотел делать трансляции на Ютубе, потому что слишком много, слишком я делаю большую ставку на Ютуб, и если у меня начнутся там какие-то проблемы внезапно, или Ютуб закроют в России, то я потеряю очень большую аудиторию. На Твиче там и функционал больше для стримов, можно оформлять подписки, там рекомендации, топы, куча людей, и там большое комьюнити стримеров. Я вот открыл для себя много интересных стримеров. Мне на первых порах помогала девушка, вот она меня там поддерживала и звала зрителей ко мне на стримы. И оказывается, не только шовинисты есть на Твиче, но и люди, которых можно действительно смотреть с удовольствием. Так что это очень интересный мир стримов. Ну и к тому же, помимо того, что это новая площадка, куда можно инвестировать, вложить свои силы, чтобы не собирать всех зрителей в одном месте. Это также, конечно же, и новый опыт, новые люди, новые знакомства, новые интересные приключения. Ну и, конечно же, в плане функционала, Твиче он прикольнее, чем Ютуб, потому что на Ютубе там у тебя, ты включаешь трансляцию, она где-то там в уголке, ее никто не видит, ее там никто Ютуб не продвигает, а на Твиче все именно для трансляции создано. Но не все так радужно на Твиче, потому что я вот, мне нравится Твич функционал, мне нравится тем, что там все для стримеров сделано, но мои претензии к Твичу, уже я столкнулся с проблемами, и прям я такой сервис, вот таких больших масштабов, давно не вызывал, у меня никогда не было недовольства по поводу сервиса, которым я пользуюсь, то есть Инстаграм у меня никогда не вызывал нареканий, то есть Ютуб, я видел там, что большие ютуберы жалуются, что у них урезают просмотры, но это, мне кажется, уже прям, ну если ты профи, да, я просто потому вот с Лизой записываем видео, выкладываем, и в целом нам там плевать, сколько наберет, ну, много набрало, окей, но если мне там пишут, типа, твое видео не высвечивается, рекомендациях, я такой, ну, какая жалость, пойду выступать, да, то есть мне всегда было плевать, у меня особо не было проблем, но на Твиче я столкнулся прям реально с проблемами, с технической точки зрения, мне кажется, твич, особенно русский сегмент, это очень влияет, я вам сейчас объясню, почему это очень важно, прямо плохо, с технической точки зрения, твич, если вы меня смотрите, твич, вы прям, не знаю, поработаете, потому что это прям очень плохо, это прям никуда не годится, и я как только начал стримить на Твиче, я буквально через некоторое время пропал из поиска, я пропал отовсюду, там пропал из отслеживаемых, и я не знал почему, то есть мне говорили, типа, вот, может быть там это, эмулятор или что-то такое, и в целом, я вообще, у меня проблем с этим нет, если я что-то нарушил, окей, забаньте меня, но, как мне рассказали, это может быть теневой бана, теневой бан, это когда тебе не говорят, что тебя забанили, но тебя банят на время, до результатов расследования, пока они не поймут, действительно ли ты нарушил правила, и я вот таким образом, целый месяц, меня нигде нельзя было найти, мои подписчики меня не видели, я везде постил прямую ссылку, чтобы люди сразу переходили по ней, потому что иначе меня найти было невозможно, и я писал, я очень много писал в поддержку, я спрашивал, типа, я что-то нарушил, но пришлите мне письмо тогда, что я нарушил, потому что я не знаю, это поломка с вашей стороны, или это, я накосячил, ничего мне не ответили, на русском вообще мне не ответили, я месяц ждал ответа, мне никто до сих пор, мне на русском ничего не ответил, я написал на английском, на английском мне ответили прям в ту же секунду, мне ответили, что это баг с нашей стороны, подождите, все разрешится, я в тот же прям, я обрадовался, типа, мне ответили, как круто, все, скоро проблема исчезнет, и после этого я еще ждал месяц еще, и в итоге я разозлился, написал им еще, ответа нет, я на волне злости сделал целый тред в Твиттере про то, как Твич плохо работает с технической точки зрения, и я не знаю, совпадение это или нет, но в тот же день все починилось, и у меня больше проблем не было. Также на Твиче есть партнерская программа, это когда ты как бы в доле с Твичом, и на тебя подписываются люди, и Твич забирает половину денег, которые они тратят на платные подписки, а тебе отдается половина, ну и там разные еще особенности, то есть у тебя приоритет, когда ты обращаешься в службу поддержки, и там выделенные серверы дают тебе, чтобы лучше было соединение, то есть ты как бы прям вообще, и самое главное, самое важное, тебе дают возле Ника галочку, именно ради этого я и хотел подать на партнерку, но для нее нужно выполнить ряд условий, у тебя должно быть там определенное количество стримов, определенное количество часов, определенное количество зрителей, все это я выполнил благодаря вам, очень быстро подал заявку на партнерку, написано ждите две недели, и конечно же до сих пор ноль новостей, я написал им в поддержку опять, я написал здрасте, типа я жду уже больше двух недель, есть какие-то новости, потому что я понял, что Твичу надо прям писать Твичу, там автоматически ничего не происходит, если ты в теневом бане, тебя не вытащат оттуда, пока ты не разозлишься на весь Твиттер, так что я написал им в поддержку, мне написали здравствуйте, если вам интересно, как получить партнерскую программу с Твичом, зайдите в соответствующий раздел, поддержка вам в этом помочь не может, и мне с тех пор интересно, а что вообще поддержка делает в Твиче, с чем они могут помочь, но типа максимум пока что какую пользу я от них получал, это типа они меня поддержали, сказали ничего, извините, скоро все пройдет, то есть моральная поддержка, это конечно хорошо, но я все-таки надеялся, что они помогут мне непосредственно технически решить мою проблему, то есть Твич отнюдь не идеальная платформа, и даже если вы супер такой прогрессивный и поддерживаете феминисток, все равно как минимум вам с технической точки зрения будет тяжело на этой площадке, как и всем остальным, потому что она далеко не идеальна, и в ней много еще чего стоит менять в лучшую сторону. Так что я на Твиче, и мне нравится делать трансляции, я рад, что люди смотрят, я рад, что все больше зрителей, все больше людей подписываются, я рад, что больше комиков, вот Руслан Халитов стримит, Александр Малой стримит, Дима Ковальт стримит, и еще множество классных комиков, и я рад, что комьюнити растет, и я рад, что больше зрителей, я рад, что зрители переходят от одного к другому комику на трансляциях, я надеюсь, вы будете с удовольствием посмотреть, сейчас я посмотрю, что еще я хотел рассказать у нас. Нарезки, мы также делаем нарезки, мне сказали, что важно делать нарезки, и мы делаем нарезки со стримов, с лучшими моментами, у нас есть отдельный канал, даже теперь для этого. Ну и да, я вам советую подписаться, не только потому, что сейчас интересно, но и дальше будет интересно, дело в том, что я не верю, что мы сможем скоро начать выступать, скажу вам откровенно, несмотря на то, что ограничения снимаются в Москве, даже если будут open mic, мы еще долго не сможем ездить по стране, то есть я долго не смогу восстановить свой прошлый уровень заработка, и мне придется как-то выкарабкиваться из этого. В Москве и в Питере я не смогу выступать так же много, чтобы себя обеспечивать, поэтому в любом случае, даже если мы скоро начнем выступать, даже если завтра прям я пойду выступать, что неправда, мне понадобится еще заниматься другими вещами, и поэтому я и буду продолжать делать новые видео на YouTube, писать в Twitter, там вести различную активность, в том числе регулярно стримить на Twitch, так что если вы думаете, что вы подпишетесь, вам полюбятся мои трансляции, потом я сольюсь, то не стоит так думать, потому что у меня большие планы на Twitch, я планирую оборудование улучшать, и делать новые форматы стримов, экспериментировать, может быть не только из дома стримить, но и там с улицы, с друзьями, то есть много у меня есть интересных идей, так что я вам советую это сделать еще по этой причине. В общем, сейчас мы покажем с Лизой наше оборудование, рабочее место, я расскажу про него. Привет, ребята, как я и обещал, я показываю вам свое рабочее место, где я делаю трансляции, сейчас я расскажу вам, что у меня есть, и как я вообще это делаю. Итак, начинал я делать трансляции просто с приставки, вот у меня PlayStation 4 Pro, которую я купил себе на Новый год, после выступлений решил себе сделать подарок, и через телевизор в PlayStation 4 есть встроенный функционал, который позволяет делать трансляции прямо с нее, и первые трансляции я делал так, потом я приобрел себе еще PlayStation 4 камеру и ставил ее вот сюда вот, чтобы снимать свое лицо, потом я понял, что этого недостаточно, чтобы настроить оповещение и расширить свои возможности, чтобы я мог комментировать видео там, чтобы я мог делать трансляции с Nintendo, например, я должен приобрести себе компьютер. Компьютера у меня не было, поэтому нам с Лизой денег у нас сейчас нету, и мы решили купить компьютер позже, но мне так хотелось делать хорошие трансляции, чтобы они стали лучше, что мы взяли те деньги, которые уже сейчас есть, и мы отказались от многих своих благ, и эти деньги мы потратили на то, чтобы купить компьютер. Я больше не пользуюсь доставкой еды, я давно не ел в Макдоналдсе, зато теперь у меня есть отличный монитор, у меня есть отличный компьютер вот здесь вот, с него я делаю трансляции, здесь у меня установлено ОБС, сейчас я вам покажу, это мой монитор, вы можете подумать, что выглядит странно, неужели Санек тебе так удобно? Нет, но у меня нет рабочего стола, у меня нет кресла, поэтому это лучшее, что мы могли придумать. Отсюда я делаю трансляции, здесь я вижу игровой процесс на телевизоре, это моя мышка, вот так я управляю мышкой. Также, когда я делаю трансляции с компьютера, если я играю в какую-то игру на компьютере или комментирую видео, чтобы видеть чат на Твиче, я использую свой ноутбук, вот так вот я открываю свой ноутбук, и отсюда я читаю чат, вот здесь я смотрю, то есть у меня происходит здесь работа, телевизор в этот момент выключен, то есть вот такой вот у меня прям, прям командный пункт здесь, как будто я ракеты в космос отправляю, никогда у меня не было столько технических приспособлений, также здесь у меня стоит камера, вот такая вот, используем вот такую камеру, чтобы снимать с себя, микрофон, у меня есть вот такой микрофон, также у нас были конденсаторы на микрофон, но когда мы уехали из России, мы отдали их друзьям, и пока что у нас нет возможности приобрести еще другие и аудиокарту, поэтому лучшее решение, которое я нашел, это вот эта петличка, которую я и в видео использую, и я использую ее на трансляциях, я надеваю себе петличку, и через нее вот эта простенькая петличка, боя, называется боя, боя BY-M1, по-моему, она называется вот так вот, она очень удобная, компактная, и звук достаточного качества, чтобы было слышно, я бы так его описал, как минимум лучше, чем через гарнитуру, через которую я вначале стримил, от PlayStation 4, в общем да, вот такое у меня, вот так вот я работаю, в таком положении, тяжело сидеть долгое время, мы решили, что когда у нас будет возможность, попозже, может быть через долгое время, мы, если сможем накопить, мы возьмем и кресло, и стол, потому что пока что на диване тяжело сидеть долго, я делаю трансляции по 6 часов, и под конец уже начинает болеть спина, знаете, тяжело сидеть на таком диване, но пока что это лучшее, что мы можем придумать, мы стараемся улучшать наши трансляции, и приглашаю вас посмотреть, если еще не смотрели, если смотрели, надеюсь вам нравится, всем хорошего вечера, передаю слово себе за столом. Ну и в конце, В общем, спасибо, что смотрели, и если у вас есть какие-то пожелания насчет трансляции, может быть вы хотите, там, чтобы я что-то сделал, там, какие-то новые форматы вам, у вас есть советы какие-то, может быть вы смотрели, и у вас есть какие-то пожелания, там, какая-то критика, или вообще вы хотите просто меня поддержать, пишите, пишите в комментариях все, что думаете, под видео будет ссылка на мой твич, обязательно подпишитесь, смотрите, я регулярно делаю там трансляции, надеюсь вам понравится, также, если хотите поддержать меня материально, у нас есть патреон, donation alerts, спасибо всем, кто смотрел, всем пока!